Как добавить произвольные поля для комментариев. Используем контейнер comment.meta. Кстати, привет, с вами Дмитрий и канал о Wordpress. Мы тут плагин Caban Fields продолжаем изучать, так что присоединяйся. Как и в предыдущих уроках, я создал отдельный пользовательский файл, в котором буду описывать контейнер. Это не обязательно, все поля можно описать и в одном файле, но я всегда делаю отдельные файлы для порядка. Файл назвал comment.meta.php, заглянем в него. Тут все по аналогии с другими контейнерами. Обязательно объявляю пространство имен, обращаюсь к классу контейнер, вызываю метод make, которому говорю, создай мне тип контейнера comment.meta и пусть у него имя, а также заголовок по совместительству будут мои настройки в комментариях. Дальше вызываю метод addFields и в виде массива передаю поля, которые хотел бы видеть в этом контейнере. В моем случае это обычное текстовое поле, в котором я буду указывать тип комментария и область текста для заметок. Вы уже видели в начале ролика, как я их заполнял. Справедливости ради скажу, что для ввода типа комментариев лучше было использовать радиокнопки, но я решил не усложнять пример. Как вы могли заметить, контейнер отображается только на странице редактирования комментариев, то есть созданные поля не отобразятся в форме комментирования во фронтенде. Тут авторская вставочка. Советую прочитать статью о том, как вручную создать новые поля для комментариев в WordPress, благодаря которой можно добавить поля как в админке, так и в самой форме комментирования. И еще, в отличие от других контейнеров, у комментмета нет никаких методов, которые позволили бы нам воздействовать на него. Увы, если у вас есть идеи, что хорошо бы было добавить в этом плане, пишите в комментариях и, возможно, когда будем рассматривать тему о расширении функционала CabanFields, я попробую хорошие предложения реализовать. Ну а сейчас пойдем потренируемся выводить сохраненные значения. Пойдем-пойдем. Для тестов я придумал несколько комментариев, где у одних заполнил все произвольные поля, у других частично заполнил, а у третьих вообще ничего не заполнял. Вывести данные таких полей где угодно можно, конечно. Все зависит от ваших задач. Я не буду уходить далеко от своего примера, то есть мне удобно было бы теперь видеть лист комментариев, где я сделал пометки и, конечно, предусмотреть функционал для взаимодействия с ними. Пошел по такому пути. Создал страницу «Все комментарии с пометками» и специальный шаблон для нее, в котором описал весь вывод. Сейчас поясню, что и как делал в этом коде. С помощью WordPress функции Get Comments я получаю массив объектов всех комментариев. Ну почти всех. Обратите внимание на параметр MetaQuery. В нем я указал, чтобы функция вернула только те комментарии, у которых есть заполненные наши поля. Также обратите внимание, что я указал имена полей, где в начале стоит нижнее подчеркивание. Дело в том, что при сохранении CabanFields это подчеркивание добавляет автоматически. Все нужные данные теперь получены, можно работать. Естественно, я запускаю цикл, чтобы обработать каждую ячейку полученного массива. Для удобства раскладываю нужную информацию по переменам. Три переменные имя автора, содержание комментария и ID комментария создал для удобства и не более того. А дальше, внимание, для получения значений полей использую функцию CabanGetCommentNet, в которую передаю ID комментария первым параметром и имя поля вторым параметром. Видите, нижнее подчеркивание я тут не писал, у имени поля. Так как CabanGetCommentNet функция CabanFields и она сама прекрасно знает о подчеркивании и при запросе это учтет. Итого, я создал еще две переменные со значениями полей. Все карты на руках, можно теперь и выводить данные. В этом участке кода я проверяю, заполнено ли было поле с типом комментария. Если да, то соединяю через пробел с именем автора комментария. В любом случае, заголовок H3 будет выведен на экран с типом комментария плюс имя автора или же просто имя автора, если тип я не указал в поле. То же самое я делаю и с заметкой комментария, если она есть, вывожу, иначе нет. Далее идет вывод содержимого самого комментария, чтобы сразу было понятно, к чему я оставил такую заметку или тип. И последний штрих. Использую WordPress функцию GetEditCommentLink, которая выведет на экран ссылку для редактирования комментария в админке, ведь ответив на комментарий, скорее всего я захочу удалить заметку. А чтобы быстро найти этот самый комментарий и ответить на него, воспользуюсь WordPress функцией CommentLink, которая выведет ссылку. Щелкаю, меня перекидывает на страницу с комментарием, отвечаю на него, профит. Казалось бы, кода много, но ничего сложного и сверхъестественного я не делал, ведь правда? Если возникли вопросы, жду с распростертыми объятиями в комментариях. А пока вы стесняетесь что-либо спросить, иду показать, что все работает. Обновляю страницу и па-бам! Мой списочек только с нужными мне комментариями. Перейду по ссылке редактирования комментария. Хех, красота! А теперь перейду для ответа на комментарий. Хех, ляпота! Хуков у этого контейнера нет, потому мне остается лишь посоветовать вам перейти по ссылкам в описании к видео на переведенную документацию для вас о данном контейнере. Так как она постоянно обновляется на основе ваших замечаний и предложений. Ну что, лайк и погнали дальше? Или сначала попьем чайку-кофейку? Во всяком случае, жду в следующем видео уроке.